Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли причащаться, если и стыда утаил грех на исповеди? Можно сказать, кратко нет и закончить эту тему. Но, таки быть, немножко и расширю. Если ты действительно сознательно не сознался в каком-то грехе, не сказал о нем ни Господу Богу, ни священнику, и причиной этого была боязнь, что тебя батюшка теперь до причастия не допустит, и ты шел причащаться, то, конечно, это беда-беда. Можно действительно сказать, что это причащение в осуждение. Ты попытался зайти к чаше через черный ход. Главное – причаститься. А уже какими средствами – неважно. По сути, это не только сам обман. Это обман Бога. Но он же видел, он же все знает. И кого вы стеснялись? Священника. Да мы рады, когда вы говорите то, что давно сказать не могли, чего стыдились, потому что мы видим еще одним заблудившимся овечкой. Одной заблудившейся овечкой будет меньше. А мы знаем, что радость на небесах об одной потерянной и найденной овце больше, чем о тех 99, которые никуда не потерялись и были в загончике. Порадовался бы только батюшка, что вы нашли в себе силы. И все, и забыли бы вы этот грех. И шли бы причащаться достойно. Поэтому есть повод для следующей исповеди. Сказать, что утаил грех и пошел причащаться. Утаил он и потому, что боялся, что к причастию не допустите. И грех вот такой. И батюшка порадуется. И все небесные силы порадуются. Что ты нашел в себе силы и грех исповедовать. И рассказаться в том, что пытался обойти эту проблему стороной. Причаститься, зайдя к чаше под покровом ночи, сокровенно, с черного, как я уже говорил, хода. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.